Всем привет! Сегодня у нас довольно-таки сложная, но интересная тема. Рассмотрим различные формы инфинитива. При этом возьмем конструкцию, которую мы уже проходили. Такая конструкция, как she's thought to be. То есть ее считают, ее рассматривают и так далее. Это у нас такая пассивная конструкция. Предложение начинается с таких глаголов, как think, считать, полагать, believe, верить, understand, понимать, expect, ожидать. Что еще? Возьмем глагол, допустим, consider, рассматривать, suppose, полагать и так далее. Вот подобные глаголы будут использоваться в данной конструкции в начале, где у нас идет пассивная часть. То есть в русском языке подобные предложения будут переводиться безличными предложениями, такими как считается, полагается, верится, что, рассматривается. То есть ее рассматривают в качестве лидера. Вот такое предложение. She's thought to be a leader. Вот наше предложение. И в конце, как видите, мы используем инфинитив to be a leader. То есть инфинитив – глагол to be. Ее рассматривают, ее считают лидером. She's thought to be a leader. Сегодня мы рассмотрим, как в подобных конструкциях использовать инфинитив, но не только обыкновенный, простой инфинитив, но и инфинитив в совершенной форме, инфинитив в продолженной форме и инфинитив в совершенно продолженной форме. Вот такая довольно-таки интересная тема. Итак, давайте сразу возьмем примеры и рассмотрим, как мы будем использовать данную структуру. Возьмем такое предложение. Известно, что эта компания строит дорогие дома. This company is known to build expensive houses. Вот здесь. Вначале у нас пассивная конструкция. This company is known. И переводится она как «известно, что данная компания». This company is known, а дальше инфинитив простой. To build expensive houses. Известно, что данная компания строит дорогостоящие дома. This company is known to build expensive houses. Здесь простой инфинитив. Теперь возьмем инфинитив в продолженной форме. И он будет выглядеть так. Вместо to build будет to be building. Как обычно, продолженная форма образуется с помощью глагола to be и продолженной формы глагола, точнее, инговой формы глагола, в данном случае building. Так как этот инфинитив, то для всех лиц будет одна и та же форма. To be building. This company is known to be building houses in this district at the moment. Известно, что данная компания строит дома в данном районе в настоящее время. This company is known. Данная часть у нас не меняется. This company is known to be building houses in this district at the moment. Известно, что данная компания строит дома в данном регионе, в данном районе в настоящий момент. At the moment мы добавляем, чтобы подчеркнуть, что это у нас продолженное время, а, соответственно, речь идет о текущем моменте. Вот такое отличие простого инфинитива, где the company is known to build houses. Это у нас что-то постоянное. Известно, что компания строит дома. То, что происходит всегда. А вот the company is known to be building houses. Здесь продолженное время, которое подчеркивает, что действие происходит именно сейчас. Известно, что компания строит дома прямо сейчас. At the moment я специально добавил в конце. Итак, здесь мы использовали инфинитив в продолженной форме. Теперь возьмем инфинитив в совершенной форме. Совершенная форма у нас, как всегда, образуется в глагол have и причастие прошедшего времени. Поэтому от глагола build у нас совершенная форма инфинитива будет to have built. Глагол build у нас неправильный. Итак, предложение. Известно, что данная компания построила пять домов. К данному моменту. Вот он. Present perfect. Настоящее совершенное время. И perfectный инфинитив. То есть, инфинитив в совершенной форме. Известно, что данная компания построила пять домов. Совершенное время подчеркивает завершенность к данному моменту. И мы говорим о том количестве домов, которое было построено. Вот оно, отличие совершенного инфинитива. А теперь возьмем самую последнюю форму. Инфинитив в совершенно продолженной форме. То есть, build глагол to have been building. Вот у нас инфинитив и совершенная форма и продолженная. To have been building. Возьмем пример опять данной компании. Известно, что данная компания строит дома уже пять лет. Вот то, что компания начала пять лет назад строить дома. Все эти пять лет дома строила и до сих пор продолжает строить. То есть, к данному моменту уже пять лет строит. Мы это подчеркиваем использованием инфинитива в совершенной продолженной форме. This company is known to have been building houses for five years. Вот здесь у нас инфинитив в самой сложной форме. Как видите, во всех четырех предложениях первая начальная часть предложения не менялась. The company is known. Известно, что данная компания. To build houses. To be building houses. To have built houses. To have been building houses. Вот наши варианты инфинитива. Возьмем еще один пример, чтобы закрепить данную конструкцию. Возьмем такой пример. Считается, что данная... Что у нас? Считается, что они проводят неэтичные эксперименты. Опять, возьмем Google consider. Рассматривать, полагать, считать. They are considered. Вот наша пассивная конструкция начальная. They are considered. То есть, считается, что они. They are considered to conduct unethical experiments. Считается, что они проводят неэтичные эксперименты. They are considered to conduct unethical experiments. Вот здесь to conduct. Инфинитив в простой форме проводят. То есть, постоянно проводят неэтичные эксперименты. They are considered to conduct unethical experiments. Теперь возьмем продолженный инфинитив. They are considered to be conducting unethical experiments right now. Считается, что они проводят неэтичные эксперименты прямо сейчас. Вот наша продолженная инфинитив. Подчеркиваю, что действие происходит прямо сейчас. Не постоянно, как в первом случае. А прямо сейчас. They are considered to be conducting unethical experiments right now. Следующая форма. Совершенный инфинитив возьмем. They are considered to have conducted five experiments. Да, либо six experiments. I don't know. Ten experiments. Считается, что они уже провели пять экспериментов. They are considered to have already conducted five unethical experiments. Считается, что они уже провели пять неэтичных экспериментов. They are considered to have conducted five unethical experiments. Вот наш совершенный инфинитив. Подчеркиваю, что к данному моменту действие произошло, и они уже пять экспериментов провели. Ну и последний вариант. Совершенный продолженный инфинитив. Да, от глагола conduct будет to have been conducting. They are considered to have been conducting unethical experiments for the last six months. Считается, либо они рассматриваются, точнее, рассматриваются, что они проводят неэтичные эксперименты уже последние шесть месяцев. То есть, опять, совершенный продолженный инфинитив говорит о том, что действие началось когда-то в прошлом, продолжалось какое-то время, и к данному моменту либо закончилось, либо все еще продолжается, но мы указываем период времени. They are considered to have been conducting unethical experiments for six months. Считается, что они проводят эксперименты неэтичные уже шесть месяцев. В данном случае мы рассматривали глаголы conduct, проводить, build, строить, которые глаголы active verbs, то есть глаголы действия. Есть у нас сейчас state verbs, глаголы состояния. Естественно, в продолженных временах они использоваться не будут, поэтому у них только две формы инфинитива. Возьмем, допустим, какой там глагол? To be, да? Гогол быть. To be a leader, быть лидером. То есть, нельзя сказать to be being, да? В продолженном времени глагол to be не используется. Возьмем пример с этим глаголом. She is thought to be a leader. Считается, что она лидер. She is thought to be a leader. Очень простая форма. She is thought to be a leader. Теперь возьмем. She is thought to have been a leader for five years. Считается, что она является лидером уже пять лет. She is thought to be a leader for five years. Считается, что она является лидером уже пять лет. Так как здесь нельзя нам использовать с глаголом to be продолженное время, то приходится использовать совершенный инфинитив, чтобы подчеркнуть уже, что действие шло, и в данном моменту уже человек пять лет является лидером. She is known, точнее, she is thought to have been a leader for five years. Итак, давайте возьмем еще для конца просто какой-то глагол и приведем все четыре инфинитива данного глагола. Какой глагол? Sleep. Да, спать. To sleep – это у нас простой инфинитив. To be sleeping – продолженный инфинитив. To have slept – совершенный инфинитив. И to have been sleeping – продолженный совершенный инфинитив. Итак, вот данные формы инфинитива вы можете использовать пассивными конструкциями, которые начинаются так как She is thought, she is considered, she is believed, she is understood, she is known и так далее. То есть, начали пассивная конструкция, а потом инфинитив в одной из четырех форм. Надеюсь, урок был интересным. Обязательно попробуйте написать примеры предложений подобных в комментариях. Я их оценю, что-то, возможно, поправлю. С вами был Бальзин Дмитрий.